приветствую вас дорогие друзья наши обновленные ванной комнате в прошлом видео мы с вами вместе навели порядок ванной все расхламили отмыли организовали и сегодня я вам покажу уход за собой который я совершаю в нашей ванной комнате это будет уход за зубами за кожей лица и за волосами начнем мы с чистки зубов для этого мы используем всей семьей электрическую щетку для которой у нас у каждого своя насадка мы немного выдавливаем на нее зубную пасту у ребят своя у нас мужем своя и включаем и чистим зубы когда чистим зубы очень важно обращать внимание на то чтобы прочищалась пространство которое прямо близко к диос на вот и свите стараюсь показать я ставлю щетку так чтобы вращающиеся ворсинки вот как бы прям под десной немножко прочищали потому что именно там собирается самый такой злостный налет который обычными щетками часто не счищается а это берет очень хорошо и прямо вот мое спасение и отличная профилактика кариеса мальчиков также мы научили чистить зубы и у них теперь когда они не ленятся прям реально хорошо почищенные зубы до этого когда они приходили к стоматологом даже хорошо основательно почистят зубы даже я им чистила их щетками вот такой был не очень результат нас ругали а после этой все без проблем весь налет снимается замена такой щетки в нашем случае это жесткая взрослая зубная щетка и вот такая техника чистки когда щетина чуть под наклоном прям вот заходит немножко как бы под десну но не слишком сильно вначале может быть небольшой кровоточивость десен но это буквально первые несколько раз когда все будет хорошо очищена и десна немножко привыкают они перестают кровоточить и прекрасно шикарно себя чувствует продолжение очистки зубов у нас ирригатор без него очень сложно но можно использовать нить зубной флосс тогда она тоже принципе хорошо прочищает межзубные промежутки но ирригатор очень удобен он не только прочищает межзубные промежутки но еще вот немного обрабатывает десну специальным раствором как мы это делаем мы добавляем в чашу ирригатора теплую воду я добавляю прямо из-под крана ничего не кипячу и все так прекрасно действует на одного человека достаточно половины такого бака и вот кстати это конструкция ирригатор оказалась самую удобность таким вот как бы шлангом во первых дней есть три съемные насадки вторых удобно когда ты не всю конструкцию с водой держишь в руке и подносишь карту а вот такую дистанционную ручку вот эти насадки мы пользуемся базовыми мы с вами чистим так зубы вот остальные пока к нам еще не присоединились мы добавляем в воду немного вот такого ополаскивателя для десен нам нравится лесной бальзам это не реклама просто он бюджетный и все наши десна хорошо действует вот видите уже вода зеленая добавили после этого мы включаем в розетку потом включаем ручкой на половину мощности я на максимум не ставлю потому что у меня коронки и дальше остается вот включить на ручке на он включить и на он я уже нажимаю когда подношу карту потому что сразу начинает идти течь вода вот я тут сначала не очень хорошо зафиксировала она немножко меня протекала но на самом деле вот так достаточно хорошо она все чистит как мы чистим мы подносим носик из которого бьет раствор идем по стыку зубов и десен и проходим по всем межзубным промежутком прямо останавливаемся в каждой щели между зубами снаружи изнутри верхняя и нижняя челюсть верхний и нижний ряд зубов делаем это спокойно не торопясь когда закончили выключаем вот так и вниз опускаю шланг там стекает лишний раствор а чашу ополаскиваю сливаю излишки раствора вот так промываю под водой ставлю на место пока я все это делаю уже успевает стечь раствор из системы этого шланга нажимаем на эту кнопочку синюю отстегиваем вот эту насадку и я ее отдельно еще промываю да вот видите вот выключил ну я как бы сюда да потому что я когда сливаю меня на включение эта ручка стоит чтобы слилась вода и потом выключаю и вот так промываю и стряхиваю и вкладываю вот в эту крышку немножко насвалилась все-таки неудобно одной рукой снимает другой показывать вот вот на этом внизу вот эти насадки они там для брекетов для языка такие редким их не используем мы используем только базовые они вот этой верхней откидной части крышки и вот видите там как раз место для трех таких насадок они разного цвета поэтому если три члена семьи пользуются очень удобно вот все вставляю на место закрываю и убираю ирригатор и выключаю вот эти розетки чтобы можно было туда включить на зарядку электрическую зубную щетку у нас розетка прямо в этом шкафчике зеркалом это очень удобно вот поэтому у нас здесь стоят и ирригатор и зубная щетка чтобы было удобно включать и в тоже розетку мы еще и фен включаем и бритву мужа тоже заряжаем в этой же розетки вот с чисткой зубов закончили выключаем воду сейчас я вам покажу как можно прочищать межзубные промежутки вот такой нитью флоссом если нет ирригатора когда есть ирригатор электрическая зубная щетка она не нужна вот мы берем и вытаскиваем сколько нужно обрываем через такую вот специальную штучку и наматываем на один указательный палец и на 2 дальше берем вот таким образом указательным и каким и большим пальцем придерживаем вернее среднем и прочищаем вносим в межзубный промежуток и чистим как бы с одной стороны зуб и с другой стороны то есть два соседних зуба ну вот теперь мы приступаем к уходу за лицом я сначала просто умываю лицо водой дальше я беру такую щетку косметическую морякеевскую я из честно все сейчас пользуюсь косметикой моряке она мне подходит я сильно не заморачиваюсь вот беру такое моющее средство достаточно нежное там есть более скрабирующий а это такое вот прямо для чувствительной кожи очень мягкая наношу его на лицо и на шею и после этого беру щетку чуть-чуть и смачиваю водой и вот немножко так как бы распенила правда это именно средство не очень пенится другой у меня есть более пенящийся но сейчас я захотела более таким мягким воспользоваться и включаю щетку на такой средний режим не самый мощный и вот так вот начинаю водить по массажным линиям сначала лоб от центра к височной области дальше перехожу на средний уровень лица это от носа к тоже височным областям но тут по линиям лимфотока и классические массажные линии омолаживающие но вот как вот лимфа отсекает у нас и нижние тоже линии сейчас подключим это по краю нижней челюсти от подбородка опять-таки к этой самой височной области вот немножко я дополнительно нос тоже обрабатываю очищаю очень хорошо очищает лицо я не всегда пользуюсь щеткой но иногда вот хочется более тщательного очищения тогда я ее использую иногда просто умываю вот и после того как я все лицо обработала дальше перехожу на шею здесь массажные линии идут по передней поверхности снизу вверх подбородку а по вот этой вот мышцы которая идет от уха к ключицам к серии грудине проводим уже сверху вниз это тоже такой ход лимфа оттока после того как мы хорошенечко все умыли это щеткой очистили остается просто умыться обычной водой и мягкими движениями промокнуть лицо от избытка влаги все вот снимаю щетку ой улетела на у меня здесь но неважно значит вот мы ее берем и моем под водой вот мой ее просто под водичкой даю немножко стечь а потом беру уже в шкафчик теперь обычной водой умываю лицо но тоже стараюсь по этим же массажным линиям все смывать вот нравится мне как действует на меня вся эта косметика и всякие массажики лица иногда еще массаж этой же щеткой делаю там есть такая специальная массажная насадка хорошо по сыворотке если сыворотку наносишь на лицо есть по сверху помассировать ну просто теперь промокаю лицо вот эти полотенчики индивидуальные у нас у каждого члена семьи своего цвета у меня розовая так что только я им пользуюсь и меняю раз в неделю мне достаточно хватает беру открываю ящик с моей уходовой косметикой той который я пользуюсь прям каждый день она меня так немножко навалом но в один слой очень удобно из этого ящика и доставать достаю все что мне сейчас понадобится ставлю на эту полочку перед зеркалом и сейчас буду уже ухаживать за своим лицом хорошо очищенным это вот сыворотка с витамином c она мне очень нравится крем для глаз вокруг глаз и еще крему этой же серии для кожи лица он с защиты от солнца с spf 30 вот будем сейчас этим пользоваться а дополнительные средства маски разные другие системы для ухода за лицом хранятся у меня на другой полочке в этом шкафу в контейнере ну и теперь приступим вот настроила я камеру наконец чтобы вам все было видно и немножко наношу на палец крем для глаз ну буквально там горошинку и распределяю вот такими похлопывающими движениями сверху и снизу но тоже считаю что такие движения не улучшают лимфооток уменьшают отечность в общем вот типом полезно так что так и делаю вот нанесла немного средства излишки на самом деле они в основном меня все впитаются я стараюсь немножко наносить вот после этого мы берем нашу сыворотку сыворотки я она с таким дозатором выдавливают тремя нажимами вот такое количество его мне хватает чтобы распределить по лицу и шее и наношу по тем же самым массажным линиям по каким я и умывала лицо от от центра к височным областям и по трем уровням лоб от носа к виску ну и также от подбородка тоже к виску вот такими вот движениями это я нанесла на лицо я даю немножко потом постоять лицу чтобы все впиталось так что излишков не бывает и шея точно такими же движениями впереди снизу вверх а по вот этой вот грудинно-ключично-социевидной мышцы сверху вниз вот распределили сыворотку она будет питать нашу кожу и теперь берем крем крем у меня он такой не сильно возрастной но такой уже старше 25 лет который используется с солнцезащита его использую только летом зимой все таки я ну и редко на улицу не так часто на улице гуляю в такое прям солнечное время летом солнце все время яркое даже если тучи она активная а у меня иначе пигментные пятна сразу появляются так что защищаю лицо энергично этот у меня с spf 30 в принципе обычно мне хватает но если прям долгая прогулка и такое прям сильно солнечное время то я еще сверху потом наношу крем с spf 50 у меня прям в прихожей стоит при входе могу воспользоваться вот и на шею тоже наношу на вот эту открытую часть груди там где вот когда я гуляю в платье на открыто поэтому наношу сразу чтобы не очень долго собираться когда буду выходить на улицу вот все убираю средства вот эту умывающую щетку ставлю в ящичек который меня для этого предназначен моющее средство туда же и щеточку насадку тоже в этот контейнер вот это у меня вообще полочка где весь уход и теперь пора сушить волосы вот мой фен я его достаю сверху шкафчика так тряпку забыла убрать повесила на место у него крючок здесь прямо рядышком чтобы удобно было пользоваться и вот мой фен я его включаю вот эту розетку для этого вынимаю вилку от зарядки щетки снимаю свое полотенце она уже впитала излишки влаги и я если честно не сильно укладываю волосы мне вот в парикмахерской даже последнее время их прошу чтобы они не сильно их там вытягивали они у меня от природы вьются от влаги и они такие живенькие и стилить по стилистику меня натуральный стиль преобладает мне вот хорошо все такое живое естественное а сильно вытянутые как-то прям зализанные волосы совсем не идут да и пачкаются быстрее поэтому я начинаю просушивать волосы просто вот чтобы их высушить особенно корни чтобы высушить и просушиваю чтобы стараясь именно от корней начинать чтобы они высыхая немножко приобретали объем потому что если ну вот прям так от корней немножко приподнимая сушить они тогда более пышные меня получаются чтобы волосы у меня не не повреждались от фена ну во первых я стараюсь сушить не на максимуме единственная если хочу прям специально еще больше добавить объема тогда я все волосы вот так вот вперед наклоняю и тогда уже максимально горячим я просушиваю вот именно перевернутые волосы их корни фиксирую и в таком приподнятом положении тогда объем больше а так основные волосы я сушу на средней температуре и чтобы волосы у меня не повреждались но у меня есть специальное средство от натуры сибирика но кстати я вообще очень люблю средства именно для волос у меня и шампунь для окрашенных волос именно от них и знаете мне нравится как он ухаживает за светлыми волосами крашенными цвет в итоге мне нравится нет так вот это у меня сейчас волосы перед покраски то где-то месяца три или четыре они меня не были крашены смориться даже есть прямо светлые такие белые пряди то есть он сохраняет цвет мне прямо это нравится и я дважды промываю шампунь им их обычно один раз на на кончике но не на самой кончике середины начинаю нашу бальзам споласкиваю и потом наношу спрей для укладки ну вот перед тем как полотенце надеть на голову и немножко так на волосы распределяю потому что он хорошо защищает в этот раз я забыла его до того как надела полотенце им попрыскать волосы и начала сушить еще не опрыскав поэтому я вам сейчас его покажу нанесу на волосы его можно и на полусухие волосы наносить с ними облегчается расчесывание облегчается укладка и волос такие более плотненькие что ли получаются сейчас вам покажу но пока временно отложила фен и сейчас вам покажу мое чудо-средство она у меня в шкафчике за зеркалом поэтому не так часто им пользуюсь все-таки не каждый же день голову мою поэтому вот достала попрыскала вот так вот немного и теперь руками просто так вот знаете как и даже не знаю назвать это движение но не втираю а вот как бы волосы так шебуршу и при этом распределяется средство по волосам но здесь главное на корни его не наносить а именно вот на середину волос и они распределяются она по остальной длине вот теперь продолжим сушку волос они у меня еще не до конца досохли и кстати вот люблю сушить волосы с открытой дверью в ванне потому что жарко так вот как в ванне получается они даже до конца мне кажется им сложно просохнуть ну потому что просто как-то влага в воздухе парит когда помоешься ну так вот досушиваю я все-таки предпочитаю корни просушить хорошо могу оставить кончики не до конца высохшими высохшими это даже мне нравится потому что они тогда лучше завиваются в процессе потому что бьются волосы плечи или если я хвостик сделаю или крабиком закручу не важно все равно вот от любой прически они у меня в итоге так немного завиваются внизу и мне это идет так что я вот таким образом ухаживаю вообще как вы заметили у меня уход ну очень простой то есть я такой минималист в уходе но при этом есть определенные проблемы из кожи лица и вал с волосами зубами поэтому для меня скажем так важен минимальный достаточный уход то есть чтобы все проблемы решал и за лицом ухаживал и за волосами но при этом чтобы не занимало много времени не отнимала много средств в общем было максимально удобно и быстро вот все волосы высушила теперь осталось их расчесать у меня такая есть расческа которая используется ну как бы для укладки волос то есть по идее с феном можно ей сушить но я если честно не сушу феном с расческой ну то что мне эффект не нравится я так слегка расчесываю волосы они знаете они практически сухие но может быть чуть-чуть влажные и оставляют влагу и мне кстати вот в таком состоянии когда я волосы расчесываю они не портятся то есть нет такого что как-то слишком много их выпадает нет и вообще кто последнее время так интересно волосы перестали так обильно выпадать потому что после всех родов предыдущих когда мои трое старших мальчиков я их рожала то там первый год после родов прям сильно сыпались волос а в этот раз нет прямо как-то обычно естественно вот не знаю чем это связано но тут немножко и кончики до расчесываю вот и в общем все 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 почти готово красоту навела да вот цвет волос знаете я очень долго пыталась понять какой же мне нужен я красным ходила парикмахера мне что-то все не нравилось потому что мне нужен холодный оттенок по цвету но при этом глаза теплые поэтому немножко тепло в принципе неплохо и оказалось что для меня вот идеальный вариант это мелирование с тонированием и тонирование очень вот такой красивый цвет светлый подобрала мне мастер и ну получается он вот здесь вот видите это уже остаток то есть это сильно отросло я четыре месяца не было в парикмахерской и не смертельно в принципе все терпимо при том что мне очень сильная седина видите тут немножко она даже видна когда я наклоняюсь в проборе но так в целом выглядит прилично и мне нравится вот но кстати вот вскоре после этого я таки сходила парикмахерскую навела красоту вот так что в следующих видео думаю вы уже увидите результат наведенной всей этой красоты но пока пока вот так если вам понравилось видео поставьте пожалуйста ему лайк подписывайтесь на мой канал буду вам очень рада и заходите еще к нам гостям до скорых встреч пока пока девочки закончила монтаж почти в три часа уже утра и не удержалась чтобы вам не показать наш ночной город и послушайте как поют соловьи вот они как раз около трех ночи начинают активно петь и в общем я тут заслушалась и решила заснять кусочек для вас